Приветствую вас на своем канале. У микрофона Дэниел Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу про микрофон K658, на который я сейчас все записываю, и про микрофон V-Fine K669. Покажу немножко по поводу этих микрофонов на Яндекс Маркете, чем они отличаются. Первое их самое главное отличие то, что микрофон K669 более дешевый, и он конденсаторный, а тот, на который я сейчас записываю, он динамический. И сейчас мы их сравним. Также вот еще раз покажу тут характеристики, то что тут у нас USB Type-C, и есть возможность подключить наушники. Также мы видим, что чувствительность тут пониже, чем у этого микрофона, поэтому мне пришлось сейчас занизить чувствительность вот этого микрофона, чтобы они звучали примерно одинаково. Благо тут есть регулировка чувствительности на самом микрофоне. Максимальная частота, как мы видим, тут немножко поменьше, но, в принципе, для записи голоса этого более чем достаточно. Конечно, если вы собираетесь записывать вокал, возможно, конденсаторный микрофон для вас подойдет больше, потому что, как мы видим, у него максимальная частота выше. Ну и металл, металл тоже хорошо по корпусу. Так, сейчас я буду переключать микрофон. Также еще замечу, что тут у нас на этом микрофоне, сейчас я его открою. Картинки посмотрим, как он выглядит. Так, сейчас я немножко покажу этот микрофон на Яндекс.Маркете, как он выглядит. Первое, самое главное отличие, это то, что он динамический. Тут у нас есть кнопка выключения микрофона, специальная вот эта вот подставочка, которая позволяет гасить вибрации лишние. Вот так вот все выглядело. Коробочка в комплекте. Вот эта вот подставочка, все есть. Так вот он примерно выглядит. Кнопка регулировки громкости, подсветка. Сзади она. Есть сенсорная кнопка выключения подсветки. Подключение по Type-C, USB Type-C. Регулировка громкости и выключение микрофона. Вот она, кнопка. Включение-выключение подсветки. Так, и для теста я сейчас понажимаю специально на мышку и на клавиатуру. У меня клавиатура механическая, поэтому ее достаточно хорошо слышно, в том числе и на этом микрофоне. Но мы ее сравним с другим микрофоном FIFINE K669. Сейчас вы, я думаю, видите по этому микшуру, по-моему, это называется, не помню, как это называется. Ну, в общем, вы видите, что отличается. Сейчас я переключу эти микрофоны, и мы послушаем, как будет звучать вот этот вот мой старый микрофон FIFINE K669. Как вы видите, тут уже больше шума. Сейчас вот еще на фоне включили компьютер. Другой, второй, тоже достаточно шумный. Интересно тоже будет сравнить, как этот микрофон лавливает шумы по сравнению с этим. Тогда произнесу еще скороговорку, чтобы уж лучше все это было заметно. Разраб, разрабатывал, разрабатывал, да не выразработал. Разраб, разрабатывал, разрабатывал, да не выразработал. И теперь нажимаю мышкой и клавиатуру по щелку. Микрофоны плюс-минус близко стоят к клавиатуре, но думаю, что K669 улавливает значительно больше шумов. Я это уже проверял. Замечу, что микрофон у меня без предварительной настройки. Все это я сейчас тестирую на операционной системе Linux. Сейчас я отключу пока картинку. Чуть попозже. И покажу, что у меня за операционная система. Так, вот оно. В принципе, тут все влезает. Но я сейчас картинку отключу. Мы просто посмотрели на эту операционную систему. Все тут, в общем, работает. Я просто подключил оба этих микрофона. Оба заработали без всяких проблем. И немножко просто поднастроил микшер на каждом микрофоне. На микрофоне K658 я его вкрутил на максимум. А на микрофоне K669 наоборот на минимум. Чтобы он меньше вылавливал шумов и так далее. И был примерно по огромности, как K658. Возможно, еще нужно залезть в настройки. Немножко подрегулировать его чувствительность в самой системе. Чтобы так написано в инструкции, нужно на максимум ее поставить. И уже на самом микрофоне регулировать, как вам нужно. Напишите в комментариях, что вы думаете, какой микрофон лучше. Сейчас я переключусь на новый микрофон. K658. Который должен быть значительно лучше, чем K669. Еще раз проговорю скорую оговорку. Разраб. Разрабатывал. Разрабатывал. Да не выразаботал. Разраб. Разрабатывал. Разрабатывал. Да не выразаботал. Сейчас я включу их два одновременно. Как мы видим, вот этот микрофон дает шум. В отличие от этого. Шума значительно меньше. Еще вдобавок можно тут включить, в свойствах добавить фильтры. И вообще шумы минимизировать. Но если, конечно, накладывать какую-нибудь музыку, то можно, наверное, не заморачиваться до такой степени. Еще покажу немножко распаковочку. Я отключу специально сейчас этот микрофон. Но не через вот эту вот штуку, а через сенсорную кнопку. Так, включу вот этот микрофон. Ножка тут значительно массивнее, чем у вот этого микрофона. Тут есть специально вот это вот, я уже говорил. В общем, резинка, чтобы подавлять вибрации лишние. Тут есть подсветка, которую можно включить, выключить сенсорной кнопкой. В общем, напишите в комментариях, какой микрофон лучше. И все-таки вот этот микрофон нужно точно настраивать, чтобы было меньше шумов. А вот этот микрофон без настройки работает значительно лучше. То есть вот этот. Вон, напомню, на фотографиях он у нас проводной динамический. Именно вот это вот свойство его позволяет ему меньше ловить шумов, то, что он динамический. Вон, напомню, на фотографиях он у нас проводит шумов. Вон, напомню, на фотографиях он у нас проводит шумов. Субтитры подогнал «Симон»! Игорь Негода! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok